КХЛТВ приглашает вас в засмеженный Челябинск, где местный трактор сразится с Локомотивом, лидером чемпионата. Отлетело довольно неожиданно для трактористов, но весьма благоприятно для Локомотива, который проводит время в атаке. Бросок контёвый француз отбивает прямо перед собой. Основин делал эту передачу, у Основина было хорошее начало сезона, и тренеры его хвалили, говорили, что он сделал правильный вывод по итогам сезона предыдущего. И вот ещё одна опасная атака, а у Локомотива всего плюс один. Представляете себе, у команды, которая находится за пределами зоны плей-офф, плюс два, а у лидера чемпионата плюс один, значит Локомотиву нужно прибавлять. Если его прибавлять, прежде всего Кобарев откатывается, Кокуев, шайба, и создаёт момент, четвёртое звено. Я же говорил, был хороший отрезок у этого сочетания. Ауктёнов за ворота, часто в большинстве железнодорожники передают шайбу за ворота. Сейчас пас на пятачок, француз отлично сыграл, и Пашнин, Пашнин обострил атаку, которая находится в штрафном боксе. На один плюсик больше, а Пальков вообще лучше. И опасный момент, Коньков. Коньков до последнего шёл. Куриленко мимо цели. Можно бросать, бросок в дальний угол, а Блином отбивает Колесник. Основин прокатывается за воротами. Нужно отклеиваться от борта. Прострел, клюшку задействовал Колесник. Ружечка лезет на пятачок, а там Пашнин пытается сесть на шпагат. И у него почти получилось. Хорошая может получиться атака, 3 в 2. Новок оставление, бросок. Шайба отлетает от лицевого борта. Ещё один шанс. Хорошая передача. Коньков с неудобной руки не стал бросать. И пошёл в обводку. 17-й номер ранних нападающих подальше. Картаев кадровый, центральный нападающий, встаёт вместо Карпустина. Было задумано. Борьба на точке. Шайба у Петрова. Петров наброс и гол! Счёт в матче открыт. В последний момент Колесник увидел шайбу. Такое ощущение создаётся. Вот что значит выиграть вбрасывание. Получилось выиграть вбрасывание у Картаева, который... Нужно сыграть через партнёра. Так проще. Ну, нельзя подсовывать шайбу. Первышнюю сейчас пришлось нелегко. И в момент у Локомотива Француз потащил. Выкатился на бросок Красковского. Чистов в обыгрыше. Руки у него золотые. Поэтому он сумел обвести оппонента на носовом платке. Якуцене под бросок. Основен. Не сумел использовать свой шанс. Бросок заблокирован. Рикошет. Рыбаков. Через дом. Получилось сорвать атаку. Челябинцев. Так, насчет продолжения. Пустые ворота. И не получается попасть по ним. Момент был у Кашкова невероятный. Любышкин бросается. Француз аж за ворота уехал. Кашков попал в штангу. Петров не даёт. Пас на колесника. Вот что это было. Напальков. Пас в конёк. Картаев. Две ошибки подряд у Железнодорожников. Никуда не годится такой розыгрыш большинства. И вот в меньшинстве забивает трактор. В серии ошибок Железнодорожников привела к взятию ворот Виталия Колесника. Именно его падение привело к большинству, которое Локомотив не сумел реализовать. Более того, пропустил. Передача и гол. 2-1. И какой же красавчик Контиола отобрал шайбу, сделал передачу. И Куцене виноват в пропущенной шайбе. Произошла смена. Смена состава. Бросок. И опять шайба попадает во всеку с внешней стороны. Что не может порадовать Железнодорожников. Передача под подправление. В полном составе играет трактор. Чуть больше минуты до завершения периода. И все. Последние секунды. Бросок из-за нейтральной зоны. Трактор прерывает серию из трех поражений подряд. И набирает 34 очка. У Локомотива завершается победная серия из-за тринадцати матчей.